Михаил Анчаров. Песня о России. Ты припомни, Россия, как все это было, Как полжизни ушло у тебя на бои, Как под песней твоей прошагало полмира, Пролетело полвека по рельсам твоим. И сто тысяч надежд, и руин раскаленных, И сто тысяч салютов, и стон проводов, И свирепая нежность твоих батальонов Уместились в твои полсотни годов. На твоих рубежах полыхали пожары, Каждый год словно храм, уцелевший в огне, Каждый год как межа между новым и старым, Каждый год как ребенок, спешащий ко мне. На краю городском, где дома новостройки, На холодном ветру распахну пальтецо, Чтоб летящие к звездам московские тройки Монеморозную пыль уронили в лицо. Только что там зима, ведь проклюнуло с лета, И навеки прощаясь со старой тоской, Скорлупу разбивает старуха планета, Молодая выходит из пены морской. Я люблю и смеюсь, ни о чем не жалею, Я сражался и жил, как умел по мечте. Ты прости, если лучше пропеть не умею, Преподаю России к твоей красоте. Вот такие стихи прочитаны не зря. Именно сегодня, 28 марта, День рождения Михаила Анчарова, Был такой у нас советский поэт, писатель, сценарист, бард, художник. Его никогда не интересовали слова и известность, Он никогда не хотел быть лучше кого-то, единственным соперником Анчарова в искусстве он был сам. Сам себе критика его никогда не задевала, зато он сам жил, был к себе максимально строг. Как я уже сказал, Михаил Леонидович Анчаров родился 28 марта 1923 года в Москве, Его отец был инженером-конструктором, Мать-преподавателем немецкой языка, Где он только не учился, и военный институт иностранных языков Красной армии, Живописное отделение ВГИКа, художественный институт имени Сурикова, Курсы киносценаристов. В 1956-59 годах Анчаров работал сценаристом в мастерской при сценарной студии Управления по производству фильмов Министерства культуры СССР, А затем ушел в свободные плавания. Он был писателем, поэтом, бардом, драматургом, сценаристом и художником. В 1966-м стал членом Союза писателей СССР. Помимо многочисленных стихов и песен, Он считается основательным жанром авторской песни, Анчаров написал несколько книг прозаических произведений, Наиболее известные его повести, как «Птица Горуда», «Самшитовый лес», «Сода солнца» и «Записки странствующего энтузиаста». Его творчество было разнообразно формами своего осуществления, но внутри, как стержень, была личность автора. Все его работы объединял единый авторский стиль, шероховатый, как будто нарочно не отшлифованный, не доведенный до одеяла. Его современники говорили, что если бы импрессионизма не было к началу его творческой карьеры, то Анчаров бы непременно его изобрел. Нейтральные детали своих образов он просто опускал, получался набросок, в котором не было ничего лишнего, очень точный и вместе с тем, как будто неполный, недописанный. Сам он говорил, «Мне в основном нужен контакт с бумагой и два-три человека». Проверил и пошел дальше. Так он всегда и поступал. Изобретал новый музыкальный жанр, новую технику рисунка, новые течения литературы, и когда понимал, что получается, просто шел дальше, чтобы успеть изобрести еще что-то. Михаил Леонидович Анчаров дожил до 11 июля 1990 года в Москве. Еще в СССР. Ну что, все-то будет, а пока мы празднуем день рождения советского поэта, писателя, сценариста, барда и художника Михаила Анчарова. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok